Время новостей на телеканале Север в студии Алина Волчейская. Здравствуйте! И вот о чем расскажем сегодня. Коронавирус шагает по планете. Тысячи заболевших, сотни летальных исходов. Готовы ли в Заполярье в случае необходимости оказать медпомощь? Что такое карантин для вернувшихся из Китая? И какие меры профилактики эффективны? Обильные снегопады и резкие перепады температуры не дают коммунальщикам расслабиться. Причем не всегда. Качество уборки снега удовлетворяет местных жителей. План по заготовке Оленина перевыполнен. В Заполярье завершается убойная кампания. На днях в Нарьинмар грузовым вертолетом доставлена очередная партия мяса. Об этом и не только. В ближайшие 20 минут. Власти Ненецкого округа обратятся к руководству страны с предложением изменить подход к выдаче лицензии на добычу углеводородов. Подготовить соответствующее обращение в адрес главы государства распорядился губернатор региона Александр Цибульский. Тему продолжит Мария Владимирова. Затраты на геологоразведку в Ненецком округе в 2019 году превысили плановые показатели на 2 миллиарда рублей. Но, несмотря на уверенный рост, показатель может быть еще выше. В 2020 году уровень добычи нефти на территории округа ожидается примерно на том же уровне, что и годом ранее. Прогнозируемый рост добычи отмечается лишь по нескольким крупнейшим компаниям, которые в этом году планируют добыть практически на 1 миллион тонн ископаемых больше, чем в 2019 году. К сожалению, новых месторождений открыто не было по итогам прошлого года. Прирост запасов не наблюдается. Но очень надеемся на пакет преференций, который летом будут утверждать с точки зрения активизации геологоразведки. Пока видим то, что в желательной оппозиции в большей степени. Как предложение, возможно, обращение на Кобылкина, если поддержите, Александр Витальевич, в части изменения подходов к выдаче лицензий и пересмотру всех лицензионных соглашений по федеральным месторождениям. На текущий момент обязательств по вводу этих месторождений, по сути, никаких нет. Как отметил глава региона Александр Цибульский, некоторые нефтяные компании десятилетиями держат лицензии без каких-либо четких планов на их разработку, что является серьезным препятствием в развитии региона. В связи с этим губернатор поручил Департаменту природных ресурсов подготовить обращение в адрес профильного министерства и в адрес президента страны. Кроме того, Александр Цибульский распорядился предоставить анализ о результатах применения налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, введенного в ряде регионов, в том числе в Ненецком округе, в прошлом году. Я хочу посмотреть анализ на реализацию налога на добавленный доход, который у нас принят, и в прошлый год у нас прошло. У нас же там несколько месторождений наших попали. В Ненковске в том числе. Вот насколько это повлияло, каким образом это привело к активизации деятельности по этим месторождениям, которые вошли в НДД. Еще одно поручение, которое Александр Цибульский дал руководителю регионального департамента природных ресурсов Альберту Чабдарову, касается проработки с недропользователями, которые ведут добычу на территории региона, вопроса об организации переобучения и последующем приеме на работу местных жителей. По словам главы региона, в последнее время участились случаи, когда нефтяники отказывают в приеме на работу, мотивируя это тем, что технологии добычи развиваются слишком быстро. А у жителей региона, которые хотят трудоустроиться, нет достаточной квалификации, ввиду того, что они прошли профессиональное обучение более 10 лет назад. Давайте мы с ними тогда проработаем отдельную программу, чтобы они наших жителей, те, у кого есть желание, брали на переподготовку в эти свои корпоративные университеты и включали в пул людей, которых они активно привлекают. Одновременно проработайте с нашими жителями, у кого есть желание работать, таких обращений поступает довольно много. Давайте с ними проработаем возможность прохождения ими этого обучения в этих корпоративных университетах. И с недропользователями отработайте, чтобы они на себя взяли расходы по их обучению. Также губернатор округа напомнил, что вопрос трудоустройства местных жителей на работу в ресурсодобывающие компании – одно из важнейших направлений взаимодействия между регионом и нефтяными компаниями в рамках заключенных соглашений о социально-экономическом развитии округа. Мария Владимирова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Коронавирус шагает по планете. В Ненинском округе, к счастью, случаев заболевания этой вредоносной инфекции не зафиксировано. Но, как говорится, предупрежден, значит вооружен. Медицинские учреждения региона уже разработали план профилактических мероприятий, чтобы защитить жителей Заполярья от страшной болезни. Факты и мифы о коронавирусе в следующем материале. Новости о коронавирусе напоминают сводки с фронта. Тем не менее, количество выздоровевших превышает число погибших. Несмотря на отсутствие вакцины, врачи продолжают успешно лечить пациентов с этим диагнозом. С начала эпидемии выписали более трех тысяч больных. По прогнозам экспертов-медиков, в России коронавирус может появиться в середине февраля. Коронавирус и вирус гриппа имеют схожие симптомы, но отличаются генетически. Вирусы гриппа размножаются очень быстро. Симптомы появляются через 2-3 дня после заражения. Коронавирусу для этого требуется до 14 дней. Ненецкий округ в случае необходимости во всеоружии готов встретить заморскую заразу. Медицинские организации подготовлены к приему больных уханским коронавирусом. Есть все необходимые запасы расходных материалов для проведения лабораторной диагностики, противовирусные дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты. Провели мониторинг-центр на одноразовые маски в аптечных организациях года, потому что в городе повышение цены не зафиксировано. Маски в зависимости от аптеки от 5 до 10 рублей одна маска стоит. В принципе, как это и было и раньше. В регионе разработан план противоэпидемических профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. В рамках данного плана разработана схема перепрофилирования больницы под места для больных коронавирусной инфекции, если это будет необходимо. Также, если необходимо будет, то будет введен план противоэпидемического строгого режима. Но это, естественно, только при необходимости. Впрочем, на Ринмарции сами не плашают. К вопросам личной профилактики вирусных заболеваний подходят с максимальной ответственностью. В первую очередь надо мыть руки. Допустим, если даже ты заразишься этим коронавирусом, то тебе надо помыть руки, не трогать нос, не трогать рот и, допустим, другие части тела, в которые может попасть грязь. Прививку делаю точно, могу сказать, от гриппа. Больше ничего. Ну, воздухом дышите. Ну, воздухом, да, здоровый образ жизни. Я прививкой защищаюсь. А там витамин С? Я еще пользуюсь биоптроном. Начинается насморк. Я за день раза три погрею нос биоптроном. Ваши методы не спасают вас от гриппа? Да, я помню. Уже несколько лет не болела гриппом. 30 января на федеральном уровне было принято решение о закрытии границ между Россией и Китаем. Эта мера, по мнению эпидемиологов, должна оккупировать распространение вирусной инфекции в стране. По этой же причине все туры в КНДР отменены. Туроператоры возвращают деньги. По рекомендации Ростуризма рекомендовали в Китай пока не ездить. И туроператоры пока что остановили продажу туров по данному направлению. А те тура, которые были уже куплены, они предлагают поменять направление, либо аннулировать тур, то есть денежные средства вернуть. Наши соотечественники, которые сейчас находятся в Китае, в своих интернет-блогах сообщают, что в республике нет панических настроений. Но все туристические маршруты действительно закрыты. Во-первых, закрыли все экскурсионно-туристические объекты. То есть никуда поехать нельзя ни самим, ни с экскурсии вообще никак. Вот даже Олень повернул голову. И центральные парки города тоже все закрыты. Тоже туда нельзя съездить. Кроме того, в перечне профилактических мер, которые действуют на территории нашего региона, повышенное внимание к людям, пребывающим из Китая. Все, кто во время эпидемии возвращается из этой страны, попадают в 14-дневный карантин. Однако это не значит, что человек является переносчиком вируса. Медики и волонтеры просят людей быть толерантными к путешественникам, так как уже имеют место быть случаи травли. Мы запустили в соцсетях флешмоб, который называется с хэштегом «Своих не бросаем». И все волонтерское сообщество Российской Федерации, оно подключилось. И в каждом регионе ресурсные центры добровольчества, простые волонтеры, они начали писать посты с поддержкой именно гражданам, оказавшимся в этой ситуации. И главное, в случае недомогания стоит остаться дома и срочно обратиться за помощью врача. Обязательно следуйте его предписаниям, соблюдая постельный режим. Помните, здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Обильные снегопады и резкие перепады температуры не дают коммунальщикам расслабиться. Причем не всегда качество уборки снега удовлетворяет местных жителей. Одно из самых проблемных мест – мост через Качгартинскую курью. В этом убедилась наш корреспондент Александра Литкова. Мост через Качгартинскую курью – единственная дорога, связывающая центр города с остальными микрорайонами. Если автомобилисты передвигаются без особых проблем, то пешеходам приходится нелегко. По городскому мосту можно пройти с трудом. По узкому, нечищенному несколько дней тротуару не разминуться, не говоря уже о том, чтобы пройти с коляской. Поэтому и рискнувших пройти с коляской мы не встретили. Своими негодованиями жители города делятся в социальных сетях. Пешеходная дорога от города до РСУ через мост с коляской непроходимая вообще. Приходится идти по проезжей части. Я в январе на массаже ездила с РСУ на такси, так как с коляской вообще не пройти. Сегодня шла пешком от Хариверской до города и пошла по правой стороне моста. Дошла до конца моста и всё, тротуар кончился, сугробы по пояс. Пришлось перебегать через мост перед движущимся транспортом и карабкаться на метровый сугроб, чтобы попасть на тротуар с левой стороны моста. А далее шла по какой-то заячьей тропе. Человеку не пройти, а с коляской подавно. После моста к Малому Качгарту нет ограждения. Тротуар вообще завалили. Приходится идти по обочине. И снежными комками тротуар на мосту завален с дороги. Данный участок дороги обслуживает федеральное агентство «Прикамье». По их словам, работа по уборке снега на мосту проводится регулярно. Впрочем, как отмечают сами жители города, некачественная уборка снега производится не только в районе городского моста. Дороги для машин чистятся, а вот там, где мы живем на Первомайской, там у нас немножко дороги ужасные. Около банка мы сегодня проходили, тоже дорога ужасная. Для машин почистились, а пешеход идет, вот коляска плохо катит. Ну где как, не знаю, по центру тогда, а там у нас, например, на Меньшиково, так можно и сделать, постараться. Как пояснили в муниципальном предприятии «Чистый город», во время метели и обильных снегопадов в целях безопасности в первую очередь проводится работа по расчистке от снега дорог, тротуаров и пешеходных переходов. Учреждение максимально старается использовать ресурсы, которые у него имеются. Каждый ежедневно на линии 4 Амкадора, автогрейдер, Т-150, мини-погрузчики, самосвалы. Но в связи с тем, что в этом году очень много метелей и погода очень непредсказуема, естественно, бывают периодические перебои в работе. Если «Чистый город» еще справляется с работой на веренной им территории, то горожанам, чей ежедневный путь проходит через Качгартинский мост, остается надеяться на честность подрядчика и ждать, что пешеходные дорожки все-таки почистят от снега. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В Ненецком округе подошла к завершению убойная кампания. На этой неделе за бой закончит последняя бригада сельхозкооператива «Рассвет Севера». В этом сезоне хозяйственники заготовили порядка 1173 тонн оленины и перевыполнили план. Часть сырья пойдет на нужды Нарьинмарского мискомбината. На днях был выполнен финальный грузовой рейс из Нижней Пеши в столицу Заполярье. Подробности прямо сейчас. Убойный пункт в Нижней Пеше был построен еще в 80-е годы прошлого столетия. Здесь на территории расположено помещение для убоя, кораль и холодильная установка финского производства. Кстати, здесь и хранят мясо. Пока работники убойного пункта туша за тушей загружают мясо, руководитель акционерного общества «Мисопродукты» инспектирует помещение, где проводится заготовка оленины. Здесь буквально на днях завершили забой. В деревянном здании холодно. Впрочем, оно и неудивительно. Убойный пункт был построен в 1982 году. Холодильные установки финской постройки, они очень хорошие. Но убойный пункт, он сам по себе деревянный. И уже нижние вот эти венцы подгнили. Летом этого года здесь, а также на убойном пункте в Коткино, планируется капитальный ремонт. Обновят основное здание и кораль. Что же касается текущей кампании по заготовке оленины, на сегодняшний день она завершена в полном объеме. В этот сезон мы уже завершаем эксплуатацию тяжелого вертолета. Мы все объемы, которые нам нужно было перевести, это из Коткино, из Нижней Теши, мы на сегодняшний день уже к совершению подходим. Я очень благодарен всему экипажу МИ-26. Это хорошая техника, очень. Летающими грузовиками мясо с убойных пунктов в столицу Заполярья доставляют уже на протяжении 15 лет. Ведь для перевозки оленина в промышленных объемах на крайнем севере воздушный вид транспорта – самый оптимальный вариант. МИ-26 на такие расстояния наиболее рентабельный вертолет, потому что он перевозит, скажем так, от 18 до 20 тонн мяса на расстояние, скажем, до 200 километров. В этом году мы выполнили пять рейсов, перевезли, в общем, где-то около 100 тонн мяса. То, что не вывезли грузовыми вертолетами, доставят в столицу Ненецкого округа на Ми-8 и по зимникам. Ну а следом сырье пойдет на производство излюбленной горожанами мясной продукции. Алина Ваучейская, Вадим Стасюк, телеканал «Север», Нижняя Пеша, Ненецкий округ. Одно исполненной мечтой больше. В следующем материале необычная история из поселка Красное. 11-летний Сергей Литков написал письмо губернатору Ненецкого округа, где попросил Александра Цибульского приехать в поселок, чтобы навестить ветерана образования Марию Лукину, которая хотела лично познакомиться с главой региона. Просьбу руководитель округа выполнил. На встречу с почетным жителем Приморско-Куйского сельсовета отправилась и наша съемочная группа. Ну хорошо, что приехали ко мне. Я давно хотела встретиться с вами, познакомиться. А я не вижу, так вот только по голосу. Мария Семеновна Лукина с искренней радостью встречает главу региона Александра Цибульского. Почетный житель Приморско-Куйского сельсовета много лет проработала в школе учителем, а затем директором. В 1990 году при колхозе ХАРП организовала общественный музей, который до сих пор существует. Сейчас за 88-летней бабушкой ухаживают родственники и Сережа Литков, участник военно-патриотического клуба «Поиск». Он и стал инициатором их встречи. Мы были у Марии Семеновны, и она сказала, что хочет познакомиться с Александром Витальевичем. Ты давно посещаешь клуб «Поиск»? Да. Ну сколько? С какого лет? С первого класса. Военно-патриотический клуб «Поиск» – поселка Красная – гордость нашего региона. Его участники не только помогают пожилым людям, но и занимаются военной подготовкой, а также поиском останков солдат, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Занимаемся физической подготовкой, изучаем историю. Вот создали музей, ребята сами ведут экскурсии в музее нашем. У нас музей посвящен Великой Отечественной войне, и чеченской кампании, и афганская война. Это наши выпускники нашей школы, которые принимали участие в войнах. Это тоже в нашем музее информация по ним есть. Вот так вот, а так общественная работа, что где, мы всегда готовы и всегда бежим вперед. Во время встречи руководитель военно-патриотического клуба «Поиск» Марина Литкова обратилась с просьбой к главе региона Александру Цибульскому оказать финансовую поддержку в участии в лыжном походе. Дело в том, что клуб получил приглашение на 40-й по счету поход ветеранов и молодежи, посвященный подвигу отряда разведчиков «Североморцев» под командованием капитана Юневича. Лыжная экспедиция пройдет период с 26 по 29 марта на территории Мурманской области. Александр Цибульский поддержал инициативу и заверил в том, что власти региона профинансируют поездку юных патриотов в Мурманскую область. Любовь Пермякова, Влад Качук, Телеканал «Север». Нарьинмар для влюбленных. Одноименная акция стартовала в окружной столице в преддверии Дня Святого Валентина. Организаторы квеста Ненецкий краеведческий музей стремятся популяризировать достопримечательности города и активный совместный отдых. Вместе с первыми участниками прошла квеста и наша съемочная группа. Подробности у Елены Ванцевой. Что моя нежность и верность не будут разочаровывать себя. Наше счастье зависит только от нас твоих. Прочесть романтическое стихотворение у Стеллы «Я люблю тебя, Нарьинмар» на площади Марацей – одно из первых заданий для квеста для влюбленных. Для Влада и Даши это новое интересное приключение, так как молодые любят активно проводить время вместе. Следующий пункт в маршрутом листе – смотровая площадка в морском порту. У меня шапка на улице. Следующее задание – сделать селфи у инсталляции с оленями. И пусть пальцы сковывает февральский мороз, для влюбленных и холод не помеха. Ребята посетили 9 локаций и выполнили все задания. Завершили квест в Краеведческом музее, где Дашу и Влада ждал приятный сюрприз. Самое запоминающееся было, когда мне Влад читал стих. Это было очень мило. Я просто радуюсь часам, пройдя вместе с Дашей. Творческий подход и современный формат акции «Наринмар для влюбленных» оставили у ребят только положительные эмоции. Как пояснили организаторы, акция приурочена еще и к 85-летнему юбилею окружной столицы. Основная цель этой акции – просветительская и познавательная. Популяризация достопримечательностей города Наринмара, ну и, естественно, поселка Искателей. И вообще вся акция приурочена к юбилею нашего любимого города, который мы все будем отмечать 10 марта. Принять участие в акции может любой желающий. Для этого нужно прийти в Ненецкий краеведческий музей, самостоятельно взять маршрутный лист, пройти все локации, которые в нем прописаны. Подтверждение выполнения заданий – селфи с каждой локации. После чего необходимо вернуться снова в музей, чтобы получить приятный подарок. И это были все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...